За 80 дней в СИЗО «Октау» политзаключённый Аблавас Джумаев посидел и состарился. 6 мая 2018 года к Аблавасу на работу ворвался капитан Айда Скадиев. Вместе с ним было семеро сотрудников КГБ и людей в штатском. Без адвоката и свидетелей люди в штатском обыскали машину, рабочее место и дом. Во время обыска подбросили две поддельные листовки ДВК, их свернули и положили отдельно от остальных бумаг. Подбог в том, что среди описания реформ оплаты труда и пенсий фейки втиснули призыв к силовому свержению власти. Будто перепечатано из политических статей 174 и 179 Уголовного кодекса, что вменяет Аблавасу. А это означает срок до 10 лет лишения свободы. В подлинные листовки с социально-экономическими реформами ДВК свободно доступны к распространению. Безграмотно составленное Акадиевым дело и два фальшивых экземпляра были отправлены в суд. Судья Аралбай Нагашибаев может повесить на невинного 10 лет тюрьмы. Это тот судья, который приговорил 37 жанноазенских нефтянников к годам колонии. Тогда оглашение приговора прервали из-за негодования присутствующих в зале. Жена политзаключенного Айгуль упорно отстаивает права невиновного мужа. За это 4 месяца спустя ей подбросили такие же подделки. Вот, 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 смотрите, подкинули листовку. Теперь Айгуль грозит суд. А пока она вынуждена одна ухаживать за четырьмя детьми. Но несмотря на сложное положение, женщина не сдается и требует честного суда. В деле моего мужа нету никакой 174-й статьи, нету никакой 179-й, чтобы налепить на него. Это все провокация. Вызвали нашего адвоката в прокуратуру и предложили такую сделку. Давайте вы признайте свое вину 174-ю, 179-ю статьи. Пусть муж признает свое вину и подпишет. И мы ему дадим условное. Уговорами, угрозами и уголовными делами власть пытается сломать многодетную семью. Супругов силой заставляет придать убеждения и на камеру признать ДВК преступниками. Таким образом сегодня власти против ДВК фабрикуют уголовные дела. То есть они делают собственные листовки, изготавливают. То есть сами сделали, сами нашли, сами сейчас будут обвинять. Мы должны этому противостоять очень серьезно, потому что такими темпами они нас в чем угодно могут обвинить. Если достаточно нарисовать листовку, где призывают к насильственному свержению власти, то можно нарисовать все, что угодно и под этим флагом осудить любого человека, абсолютно любого, который просто хочет перемен. В Актау орудует организованная преступная группировка из полицейских спецслужб. Она фабрикует дела на невинных граждан. Эта семья борется за справедливость, за честность и достоинство. Мы должны поддержать их борьбу ради главной задачи – быть свободными. Нас невозможно остановить. Казахстан будет свободным. Алга, Казахстан. Казахстан.